Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях, в гостях у «Целебной кулинарии» представитель психологической школы Угоцкого Сергей Мац. Как раз Сережа к нам сегодня пришел, он получил травму, упал на головы люди и возник вопрос, как быстрее эту травму залечить, с помощью чего? Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы. И вот, я знаю, он как раз уповает на то, что если в пище больше белка, то будет быстрее идти оздоровление. Ну, я не то чтобы уповаю, мне кажется, что это вопрос такой... Ну, думайте. Ну, прямо скажем сложный, да. Белок, волокна, не знаю, полноценное питание, вероятно, витамины, кто знает. Микроциркуляция должна наладиться, я подзываю, в колене. Ага, правильно. Вот нужно, соответственно, ее как-то подтолкнуть. Хорошо. Микроциркуляция в колене должна наладиться, ну, это тут массаж, можно делать и прочие процедуры, но важно... Ну, бинтик эластичный, я в нем пришел, да. Важно, чтобы эта микроциркуляция принесла к поврежденному месту вещества, которые будут быстренько вести оздоровление. Да? Да, вопрос какие? Традиционно мумио. Я вот знаю. Вот, вот, вот. Традиционно мумио. Это обилие микроэлементов, обилие таких своеобразных биологических веществ, которые способствуют вот заживлению ушиба или раны, или перелома даже. А я предлагаю воспользоваться вот таким более простым, и, я думаю, более сильным даже средством, как проросшая пшеница. Дело в том, для того, чтобы что-то восстановилось, нужен вот такой вот так называемый фактор жизни, витальный фактор. Чтобы потенциал организма повысить. Где его взять? И оказывается... Ну, мне кажется, солнце, женщины, природа. Солнце, женщины, природа. Хорошо, хорошо. Не знаю, там интересная работа. Вот самые витальные факторы лучше не придумай. Хорошо. Это, несомненно, важно, действительно. Но проросшем зерне, так как имеется жизнь, и она прорастает. Значит, всем процессам, которые возникли там, ну, для того, чтобы... Для срастания и прочее, прочее, необходима скорость, необходима вот эта жизненность. И проросшая пшеница может и дать. Плюс, когда пшеница проращивается, что здесь происходит? Крахмал превращается в солодовый сахар. Из него, в свою очередь, получается прекрасное пиво. Вот, в свою очередь, пиво, да. И обилие витаминов группы В. Это точно. Вот, именно те, которые нужны для того, чтобы все это делали. Поэтому я предлагаю сделать такое интересное блюдо. Даже так вкусно? Да, действительно, немножечко слабенькое. Я предлагаю сделать котлетки из проросшей пшеницы. И вы попробуйте их. Конечно, попробуйте. Для того, чтобы все быстрее у нас работало. И для этого мы с вами используем мясорубку. Сейчас будет страшный звук, мне кажется. Вот, мясорубочку включаем. Должны сначала получить вот такую массу. Туда добавим немножечко, кстати, чеснока. А знаете, зачем чесночок? Ну, за тем, что чесночок никуда не лишний. Мы знаем болису Хуато, которым лет тысяч уже шесть, как минимум, из чеснока в традиционной китайской медицине. Доктор Хуато, мне кажется, что только не лечил. И китайцы, по-моему, их... Я даже одно время пытался эти болисы пить, но, к сожалению, мне, как европейскому человеку, это сложно. Потому что запах от этой лекарственной формы настолько сильный, что потом носишь его весь день. Даже если с утра только принимаешь. А уж если как Хуато рекомендуют 3-4 раза в день, то я просто не знаю, как это можно. А какой запах вообще? Запах плотный, чесночный. Плотный, чесночный. Причем вот, что удивительно, был какой-то период сотрудничества с китайскими товарищами, что удивительно, вот те болисы Хуато, которые покупал в России, вроде приличные в аптеке, в них такого сильного запаха нет. А те, которые приводишь из Пекина, в них этот запах еще сильнее. Может, технологии разные. Может, они на экспорт осознанно как-то делают более мягкую форму, потому что, честно говоря, мне сомнительно, что это поджигно. А что вообще делает чеснок? Чеснок за счет своих жучьих свойств как раз усилит микроциркуляцию. Ну, потом там фитонциды. Ну, фитонциды – это одно. Для того, чтобы все быстрее зажило, важно усилить микроциркуляцию. И чеснок этому способствует. А в прорывшее зерно я добавлю чеснока, знаете, для чего? Чтоб он придал нашим котлеткам мясной вкус. Что самое удивительное. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Ну, я бы сказал, знаете, Геннадий Петрович, мне кажется, мясной вкус-то мы не передадим. Мы сработаем на здоровую психологическую иллюзию. Если котлетка мясная, да и с чесноком, то вот она и мясная. Соответственно, наличие чеснока создаст иллюзию хорошей мясной котлеты. Не мясной вкус, а наша привычка к тому, что мясо с чесноком. Хорошо, хорошо. Ну, кажется, мне как-то так. Журничество, конечно, но такое честное журничество. Давайте. Так. И? Новая технология у нас заработали. Когда мы делаем вот эти котлетки, я сделал фарш, туда добавил чесночка для того, чтобы, как сказал, обмануть фарш, чтобы у нас такой получился мясной. Вот пищевые привычки, как их сложно убирать, и не сложно убирать. Потому что я знаю, ну, по моей наивности, примерно в течение лунного цикла, это где-то в месяц, пищевая привычка, вот если над ней работаешь, она более-менее как-то там заменяется. Как вот у вас обстоятельства? Ну, это касается привычек вообще. Тут вопрос главный в том, надо ли их менять. Потому что, говорят, привычка вторая натура. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос коротко. Не знаю, как ответить, а не знаю, как коротко ответить. Потому что, как сказать, вся наша жизнь, по большей степени, состоит из таких процессов, которые в психологии называются измененные состояния сознания. То есть, это какие-то такие элементы поведения, которые наше сознание не вполне контролирует. Вот к вопросу о моей ноге, например. Если вы быстро бежите по ступенькам, пытаетесь задуматься, а как это вы так по ним быстро? Как это у вас так? Ну да, получается. То быстро бежать у вас, скорее всего, не получится. Следовательно, вы собой в этот момент не управляете. Это автоматизм. Вот так формируются очень многие привычки. Они уходят из сознания куда-то на задний план, ровно потому, что сознание надо освобождать. Это такое достаточно свежее, новое эволюционное приобретение у человека. Его объем очень ограничен. И поэтому его надо освобождать. Вот чтобы его освобождать, какие-то вещи уходят на задний план, в бессознательное. Есть некий слой, который Фрейд называл предсознание, а Тинбергер говорит, что есть светлое, пятно и темное. Так вот, оттуда, из этого слоя, что-то в сознание можно вернуть. Условно говоря, любую привычку, это всего касается любой привычки. Это может быть привычка к курению, может быть, пищевая привычка, любая привычка. Можно вернуть в сознание и переработать. Вопрос, насколько она там укоренена. Вот чтобы ответить на вопрос, как это сделать, опять вот как коротко сказать, даже не знаю. В общем, на самом деле, очень захотеть, если короткий ответ. К сожалению, во многих случаях человек и очень хочет, и не может. Иначе бы не было зависимости и наркомании, но эти зависимости... А вот почему он хочет, а не может? Что ж, чем связано? Это связано с тем, что в свое время Джон Лили, знаменитый американский психолог, вообще все эти работы, как это ни удивительно, выполнены на средства спецслужб. После Второй мировой войны, в 60-е годы, в конце 50-х, спецслужбы всего мира очень хорошо финансировали психологические исследования, потому что они интересовались тем, что происходило у нас в России. Но, повторяю, многие жестокие вещи иногда приводят к научным открытиям. Так бывает. Тем временем я ложу котлетки наши. Ну, это я буду тем временем болтать как раз. Да, и, значит, Джон Лили обнаружил. Исследования проводились сначала на себе в Калифорнии, известны там Лос-Анджелес, многие знаменитые кинорежиссеры поучаствовали в этих исследованиях. Значит, когда человек погружается в эту флоутинг-камеру, флоут, плавать, он сначала начинает испытывать зрительные галлюцинации активные, то есть образы, потом они уходят. Но остаются слуховые. Потом уходят и слуховые тоже. И вот когда уходят и они, то человек погружается в состояние, которое Лили назвал глубинное свое. Он спит? Нет, он не спит. Он бодрствует. При этом он абсолютно отключен от внешней среды и абсолютно включен в свою внутреннюю. Вот такая коммуникация с собой. Глубокая. Вот это состояние Лили назвал глубинное свое, а мы теперь называем его интровертированное состояние сознания. То есть человек в сознании, да, он не без сознания. Но это сознание абсолютно отключено от внешней среды и абсолютно включено в само себя. Вот такое изучение по знанию себя. Спросили, разговор начался с того, почему трудно отказаться от привычек. Дело в том, что по мере путешествий, вот из этого экстра состояния, в котором мы находимся с вами сейчас, потому что вокруг камеры свет, и надо думать, чтобы не сболтнуть лишнего. В свое время у нас на Старом НТВ говорили слово не воробей, не поймаешь, вылетишь. Ну вот надо контролировать, что ты говоришь. Это экстра состояние, когда максимальный контроль, не зная опасность, что меня не поймали, не схватили, не уволокли. И интросостояние, вот то, которое наступает, например, во флоте, в камере, но на самом деле, конечно, в других ситуациях тоже, между ними, когда сознание полностью выключено из внешней среды, полностью включено в само себя, между ними есть огромное какое-то пространство промежуточное, в котором мы, собственно, все время и живем. Ну, очень редко мы включены, так вот прям вот как, не знаю, на лекции, внимание, все, внимание там на экран, не знаю, на что-нибудь еще. И точно так же глубоко выключены, не знаю, оргазм, мы тоже достаточно редко. Это короткий момент, а потом он... На самом деле, мы все время как-то в промежутке. В каком-то. Вот. И другой великий американский психолог, Роберт Фишер, для того, чтобы писать это путешествие, придумал так называемую концепцию портов. Не в смысле штанов, а в смысле вот в море корабли, которые... Законят в тот иной порт. Да. Суть концепции портов стоит в следующем, что наше сознание, оно похоже на капитана дальнего плавания, который путешествует по всему миру. И в каждом порту, куда он приплывает, у него живет женщина. Он приплывает туда и живет с ней. Но ни одна из них, а другой ничего не знает. О, котлетки уже жарятся, видите? Да, котлетки уже готовы. Так вот, наше состояние сознания ничего не знает одно о другом. И поэтому очень часто мы... Ну, например, есть русский национальный спорт, который называется... Ну-ка, расскажи мне, что я вчера творил, когда мы с тобой вот отдохнули. Ну, потому что я-то сам не помню. Или там, я в жизни бы не сделал вот этого, сам бы, ну, никогда в жизни не сделал. Поэтому разные привычки, я немного упрощаю ситуацию, но все-таки могут находиться в разных портах. Прикреплены, могут быть, к разным портам. А коммуникация между ними слабая. Точно так же к разным портам прикреплена память. Например, если студент готовится к экзамену, или вы готовитесь к ответственному собеседованию, и при этом очень нервничаете, а потом приходите, что-то уже усталость, успокоились. К сожалению, знания и эмоции могут остаться в том порту и не сработать. Или наоборот. Вы спокойненько готовились дома, а потом пришли, что-то разнервничались. Вот наступает типичная студенческая ситуация, сплошь и рядом. Нет, я же учил, ну, я же учил. Ни хрена не помню. Ну, я же, вот, как бы уже... Я учил. Можно пробовать? Ну-ка, попробуйте. А я бы сметанкой, нет? Сметанкой? Или нельзя? Сейчас. Мне кажется, что вот прямо на сюда так традиционно бросится. Так, вот она, сметанка подошла. Ну, в плане питательности, это, мне кажется, растительный компонент животных. Можно, я не возражаю. Но при здоровом пищеварении, конечно, безусловно. Топинки. Вкусно. Насчет привычек. Сначала, как вам котлетка? Вы знаете, возможно, ну, мои пожелания не совсем здоровые, но для удовольствия я бы все-таки посолил еще. Послушаем, а если бы мы немножечко меда добавим? Я бы соевого соуса добавил. Соевого соуса. А давайте попробуем... Ну, мне кажется, что он решит эти проблемы сразу. Меда? Можно. Добавим немножечко меда. Можно мед со сметаной? Ну, можно мед со сметаной. Знаете, я очень люблю самые любимые блины с медом и со сметаной. Правда. Ну, как сейчас? После вкуса, но это уже к чаю. Это уже к чаю. Даже чеснок не мешает. Есть чеснок, да? Есть чеснок. В Прибалтике кушают варенье из чеснока. Там это традиционное блюдо. Варенье из чеснока добавляют во многие блюда. По поводу привычек к Держхару. Давайте. Получается, что привычки размещены в разных портах. И поэтому изменить их вот так сознательно, типа я хочу и я меняю, достаточно труднительно, потому что между коммуникацией между ними нет. Здесь есть одно интересное наблюдение, которое сильно противоречит тому, что нам обычно рассказывают. Вот в чем оно стоит. Обычно, особенно это любят рассказывать во всяких глянцевых книжках, которые продают в отделах бизнес-книжек. Типа Дейла Карнеги. Садайся целью, дай в одну точку, стремись и добьешься. Наука психологии довольно молодая, но ей лет 150, и поэтому в ней не очень много таких общепризнанных каких-то вещей. Ограниченное количество. Можно? Очень вкусно. Но есть некоторое количество все-таки признанных. Одна из таких совершенно признанных вещей это теория мотивации Еркса. Она была предложена еще в 1907 году в книге «Танцующая мышь». Так называемая кривая мотивация. Для того, чтобы чего-то добиться, нужна оптимальная мотивация. Немаленькая, небольшая. Немаленькая, небольшая, средняя. Если она недостаточная, то результата будет мало. Если она избыточная, то результата тоже будет мало. Соответственно, для того, чтобы что-то изменить, что-то добиться, надо перестать этого хотеть прямо вот сумасшедшего. Надо свое желание как-то умерить, перевести в какую-то плоскость разумного объема желания. И это поможет изменить, что бы то ни было. Когда человек безумно что-нибудь хочет, он безумно, очень к чему-нибудь стремится, это мешает ему добиться. Это и самые цели, как-то не парадоксальные. Причем это, повторяю, фундаментальный закон работы психики. Вот. Еще хотлетку можно? Можно. Кушайте. Вот. Так вот, вот этот рецепт наших котлеток вы видели очень прост. Надо перемолоть проросшую пшеницу как можно на более мелкой ситочке. Она тогда сама клеится, как вы видели. Я ничего туда не добавлял. Ни муки, ни яйца. Вот. Немножечко для вкуса я добавил чесночка. Но можно его и не добавлять. Можно потом с чесночком там сверху потереть. Вот. Далее. Я поджарю. Вы просто-напросто, вот смотрите, у нас подрумянивается. Подрумянилась и все. В середине... Хрустящая. Да, хрустящая в середине, она сырая, теплая. То есть в середине все ферменты, все витамины группы B сохранены. И вот, когда мы поедаем их, получается вкусно, полезно и очень хорошо действует, есть ли что-то у нас ушиблено и особенно уполомано. Вот эти вот витальные факторы, которые идут там в рост из зерна, они способствуют быстрому заживлению, сращению различных переломов. И очень сытно, я бы сказал. Так вот, наше блюдо, которое мы сделали, котлетки из прорушившей пшеницыки, может есть практически любой человек. Взрослый, ребенок. Для ребенка, значит, метка добавьте, великолепно пойдет. Для взрослого чесночка, сметанки, чтобы было там вкуснее, сытнее. Но они сами по себе, они немножечко уже сладенькие становятся. Вот. Прекрасно сращиваются кости, прекрасно возрастает потенция у мужчин и женщин. Прекрасно вообще, общее идет укрепление организма. И, естественно, работает кишечник великолепно. Поэтому, особенно вот в это время года, это блюдо является наилучшим для того, чтобы сохранить все жизненные силы. А спасибо мне. Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо, Геннадий Петрович. Вкусненько, да? Да. Понравилось? Ну, пока отмерки тебе попробуйте вы. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету «Малахо-про». Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самооздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете «Малахо-про» об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Продолжение следует...